Как-то мой младший сын помыл посуду по собственной инициативе. И для того, чтобы мы до конца поняли, что это была его инициатива, однажды мы ехали с моим отцом, и с нами был этот мальчик, и он говорит, а я посуду помыл из любви. Мы так обрадовались, думаем, как хорошо уже, не за деньги. Не ради славы, а из любви. И мы так уже, я сижу и думаю, какой сознательный мальчик, всего лишь, сколько ему, около восьми лет, думаю, и вот так правильно все делает. Через минуту он произнес следующее. А вы, говорит, что из любви мне сделали? И знаете, все, чему мы до этого готовы были радоваться, рухнуло в одну минуту. Я так думаю, знаете, это вот такие мы, люди, и есть. И сами себе верим, что все так вот мы делаем правильно, все делаем из любви, и когда, наконец, все это поймут. А вот этот вопрос, когда все это поймут, говорит о том, что все-таки не из любви, а ждем понимания, ждем воздаяния, ждем ответа со стороны. И Господь нас учит, приближает к себе, чтобы мы были людьми, которые до конца, до конца по-настоящему понимают, что такое любить, чтобы мы не попались ни на какую подделку. Есть люди, которые идут в магазин, и они очень хорошо разбираются, это настоящий бренд или это подделка, не знаю, как у вас здесь подделками. У нас в России это очень широкое явление, широко распространенное. У нас ходят цыгане, и они носят с собой, бывает, показывают такую коробочку, и там дорогой смартфон лежит. И там документы на него, гарантийный талон, чек. И они говорят, у нас случилась трудная ситуация, и мы продаем в три раза дешевле. «Пожалуйста, купите вот этот новый телефон». И люди покупают. Но однажды один человек, у нас брат церкви, увидел, что смартфон, который они продают, точно такой же, как у него. И он говорит, включите мне его. И когда они включили этот смартфон, он сразу же увидел, как там все по-другому, какое все ненастоящее и некачественное. И знаете, когда мы близко с Господом, когда мы лично общаемся с Господом, когда мы знаем, что такое любовь, и когда мы видим подделку, мы очень быстро отличаем. И вот этому Господь нас хочет научить, и это одна из причин, почему каждую неделю мы сходимся вместе. Слава Господу! Бог, который мог бы каждого из нас учить отдельно, почему-то так определил, чтобы мы помогали друг другу познавать Господа. Почему-то определил, чтобы многое, что мы узнали о нем, мы получили через людей. И поэтому нам приходится друг с другом ладить, друг друга прощать, друг другу помогать, друг от друга зависеть. И таким образом мы этой самой любви и учимся. Слава за это Господу нашему! Вчера я говорил тему, в которой мы размышляли о том, почему Божья жизнь или духовная жизнь покидает нас, когда нет на это видимых явных причин. Когда человек и молится, и читает Слово Божие, и не делает греха, и посещает собрание, и чувствует, что доброе, что было в нем, уменьшается, гаснет, уходит из его жизни. И мы говорили о жизни для самого себя. Вроде бы жизнь без греха, вроде бы не делаю преступления, но в моей жизни нет места мысли о том, как чувствует себя мой ближний, какая у него радость, какая у него беда, чем я могу послужить другому, для чего Бог дал мне таланты, для чего Бог дал мне силы, для чего Бог дал мне средства. Этого вопроса у человека нет. Все, что он имеет, направлено на него самого. И мы говорили, что в этом случае, даже если ты не делаешь преступления, даже если ты ходишь в церковь и читаешь Библию, ты будешь гаснуть день за днем. Только когда Христос является центром нашей жизни, когда Он распоряжается всем, что у нас есть, тогда жизнь внутри нарастает. Сегодня я хотел бы сказать другую тему, может быть, посмотреть на другую сторону этого вопроса. Мы говорили о том, как уходит добро, а сегодня я хочу более печальную тему озвучить, как приходит в нашу жизнь зло, без видимых, опять-таки, на то причин. Враг не настолько наивен, чтобы, как некоторые представляют, если он хочет причинить нам зло, он стучится нам в дверь в три часа ночи, мы открываем, и он стоит рогатый, с вилами, копытами, хвостом, и говорит, пришел сделать тебе зло. И когда люди не видят, что к ним кто-то в три часа ночи стучит, они не видят рогатую голову, они не видят копыта, они думают, что в жизни их все замечательно. И они забыли о том, что имеют дело с очень коварным, очень хитрым врагом, который умеет зло в такую форму облечь, что мы можем воспринять его за добро, распахнуть двери, там красивый джентльмен, очень тактичный, очень вежливый, желает нам только блага, и мы впускаем его, и через время обнаруживаем, просыпаемся, дома пусто, все унесено, а оказалось, был злодей. И Господь также желает сегодня, чтобы мы обретали это духовное чутье и видели те каналы, те нехорошие каналы, по которым не только утекает из нас добро, но которое еще вместо этого приносит нам зло. Я думаю, что сегодня, о чем мы будем рассуждать, может быть, кому-то поможет понять, как это я бьюсь, бьюсь, а это зло так и не уходит из моей жизни. Давайте мы вспомним, как сказал однажды один апостол, кто думает, что он стоит, о чем должен переживать? Берегись, чтобы не упасть. И вчера и сегодня я поднимаю такие вопросы, которые скрыты от невооруженного взгляда. Это такие вопросы, когда мне кажется, что я далек от опасности, как никогда. Но апостол Павел предупреждает, что есть время, когда мы стоим, но, может быть, оказались на краю пропасти. Еще один шаг, и мы можем рухнуть. В книге Откровения написано, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Есть состояние, когда чувствуешь, что все замечательно, но Бог смотрит внутрь вопроса. И давайте мы прочитаем один текст, книга Притчи, 24 глава, 19 стих, и потом сразу же книгу Псалтырь, у нас в Русской Библии 36.1, у вас 37.1. Вот два текста прочитаем. Книга Притчи. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым. Хотя все люди согрешили, написано, и лишены славы Божией, все согрешили, никто не может спастись сам собой. Но среди грешников, среди людей, сама Библия говорит, что есть люди, которые любят грех в крайнего степени. Они предали злу. Они стали частью, единым целым, вернее, с этим злом. И Библия говорит, что у нас должно к этим людям быть определенные здоровые отношения. И это здоровое отношение здесь, в этом тексте, характеризуется тем, что мы не должны на них негодовать. Какой синоним этому слову можем подобрать? Что такое негодовать? Злиться, раздражаться, гневаться. И согласитесь, что это естественная реакция у нас, когда мы видим, что кто-то делает что-то неправильно. Кто-то подрезает нас автомобиль, вас, наверное, так никто не делает, я не знаю. Я сколько раз был в Германии, не знаю, пять или шесть, не помню, сколько времени я находился. За все время не помню одну аварию. С трудом помню, что-то было. Один раз трак снес зеркало у легкового автомобиля при повороте. Там, где я живу, я могу проехать всего лишь несколько километров за водой или за продуктами и увидеть две аварии. И это очень распространенное явление. И когда люди ведут себя на дороге неправильно, кто-то там занял наше место, кто-то что-то сделал, нарушает закон, у нас поднимается внутри раздражение. Как так может делать этот человек? Второе, что здесь написано, не завидуй нечестивым, а это как? Ах, везет же ему. Смотрите, какие два разных ощущения. Одно, мы злимся на человека, делающего зло. Другое, мы завидуем человеку, делающему зло. И кажется, что это очень разное состояние, противоположное состояние, но у него есть один корик. Дальше хочу прочитать еще текст, который я сказал, Псалом 36, первый стих. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак, увянут». Снова Библия говорит о том, как мы должны относиться к человеку, делающему злое, и говорится, знай, что у него недолго все будет благополучие продлеваться. Ну и ладно, но есть еще причина. Восьмой стих, я хочу, чтобы мы перешли сразу же на восьмой стих, там все идет одна и та же тема, и написано, «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». И девятый стих, «Ибо делающие зло истребятся». Скажите мне, пожалуйста, в этом девятом стихе, сейчас девятый показывает, да? Вот это делающее зло, это кто? Про меня или про тех, на кого я злюсь? Про меня, про гостя нашего. Вы согласны, что это про меня? Очень вежливо и гостеприимно с вашей стороны, думать, что меня скоро не будет. Все-таки, смотрите, священное Писание в этой главе говорит о том, кто делает зло, и о том, кто злится на того, кто делает зло. Вот эти сейчас люди, это кто? На кого злятся или кто злится? Кто делает зло, да? И нас успокаивают, и говорят, знаешь, недолго ему, порадуйся, недолго ему жить. А давайте вернемся в восьмой стих. Возвращаемся. Стих 8. И что написано о человеке, который злится здесь? Не ревнуй до того, чтобы что? Сделать зло. Ибо делающие зло истребятся. Так про кого здесь? Про того, на кого злятся или кто злится? Оказывается, смотрите, какая создается картина. Я вижу злого человека. Я хороший. Мы так про себя думаем все или почти все. Злой человек предался тому, чтобы делать зло. Мне не нравится зло. Есть канал, по которому это зло может эмигрировать в мое сердце. Есть возможность построить мост к этому человеку так, чтобы по этому мостику зло пришло в мою душу. Не было, а теперь будет. И этот мостик злость на этого человека. И когда я злюсь на этого человека и гневаюсь, и Библия говорит, если ты будешь гневаться на злого, ты будешь делать злое. И делая злое, ты ставишь себя на одну скамейку с ним. И до этого в первом стихе тебе говорили не злись, потому что этим людям недолго жить, а в девятом стихе будешь злиться, недолго жить и тебе. Потому что через этот гнев ты становишься одно целое с этими людьми. И вот это и есть, братья и сестры, тот канал, о котором я сегодня говорю, по которому зло приходит в нашу жизнь, тогда, когда нам кажется, что мы очень далеки от него. Мы ведь не завидуем злодеям, да? Ладно бы я думал, вот этот грешник, этому можно воровать, этот прелюбодействует, этот захотел, там ударил кого надо, а мне все нельзя. Вот тут как-то понятно, знаете, что человек вроде бы близко к злу, он завидует, он желает этой участи. Но Библия говорит, что когда ты смотришь на этого человека с гневом, ты так же близок к этому злу становишься. И участь этого человека становится твоей участью, потому что у тебя к нему не библейское отношение. И обратите внимание, что это какой завет? Ветхий, а не новый. Мы иногда смотрим Ветхий завет, и вы знаете, что мы должны очень хорошо понять? Мы смотрим Ветхий завет, и нам кажется, что Бог там строгий и разрешает нам злиться друг на друга. Почему? Войны, там, сражения, смерть столько, побивание камнями и так далее. Но, братья и сестры, мы должны очень хорошо в мыслях разделить, куда направлялся меч в Ветхом завете. Он направлялся на беззаконников, народы, творящие беззаконие, люди, творящие грех, через Божий суд, через старейшин. Но никогда в Ветхом завете Бог не поощрял злость личностную. Написано, не враждуй на ближнего, ни в Ветхом, ни в Новом завете Бог никогда не позволял вот там внутри злиться на моего неприятеля. Библия говорит, если ты увидел, как осел заблудился у врага, что сделай? Возьми его и приведи к нему. Да глаза бы мы его не видели, этого моего врага. А Библия говорит, не просто попроси сноху или зятя или соседа отвезти, сам приведи, постучи в дверь и скажи, потерялся у тебя осел. В другом месте написано, осел упал под ношей и твой враг пытается этому ослу помочь, пытается его развьючить и написано, подойди и развьючь вместе с ним совместный труд с неприятелем. Это ветхий завет. Если Бог говорил о народах, паразите, там было и долопоклонство, там были блудодейства, там были человеческие и детские жертвоприношения, Бог говорит, зло должно быть искоренено. Но никогда на личном уровне Бог не поощрял враждебности. А давайте мы еще посмотрим один интересный текст, это 2 Коринфянам, 11 глава, 19 стих. Здесь говорится тоже о двух группах людей. Написано, вы, разумные люди, охотно терпите неразумных. Немецкие тоже неразумные или как здесь слова? Глупые, разумные, умные, мудрые. Какое слово? Глупцы, да? А хорошее, которое как называется? Инкаркет, да? Правильно, да? Все соответствует, да? Хорошо. Смотрите, признак разумного человека, когда я читаю этот текст, то для меня признак разумного человека это терпеливое отношение к неразумному. И причем, как говорится у нас здесь в тексте, охотно. Вот вы знаете, меня вообще это удивляет, потому что я еще могу потерпеть, но охотно терпеть не знаю. Это напоминает, когда, допустим, вот вы ложитесь спать с ребенком, да? И вот они так вот лягут, положат голову и вам неудобно и все равно хорошо. И он там руку отлежал, да? И вы все равно лежите, уже вроде бы вот, вот уже бы и убрать, а не охота шевелить. И мы охотно терпим, да? Вот эти неудобства. Где-то он там засопел, где-то он пнул ногами, иногда в голову пнул ногами, потому что дети на кровати переворачиваются на 180 градусов и вы утром можете обнаружить их где угодно, да? И все равно мы там ах ты моя, моя сладенькая ты. И вот смотрите, здесь говорится, что эти люди разумные, мудрые, у них есть характеристика, они смотрят на другого, неразумного и они не просто терпят его, еще и охотно терпят. Ну, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, владенец еще, не возрос, далекий от Бога, бедняжка, подрастать надо, надо помочь этому человеку, вот так мыслит разумный человек. А если мы говорим, какой глупец, нет, ну надо же было так поступить, ну, ну как так можно и с каждой фразой мы снова себя вносим в категории людей, на которых возмущается. ибо разумный терпит охотно, а написано глупца в сердце гнездится гнев. И так мой гнев и моя неспособность снисходить из раздела разумных из группы переносит меня в группу неразумных. Обидно, обидно, но это правда. И я хочу вам доказать это еще одним текстом. Я не придумываю. Псалтырь 72 глава 21-22 стихи. Здесь рассказывается о человеке, который вот так глядел, как грешники преуспевают и Бог им ничего не делает. Знаете, как обидно, когда смотришь, что хочет творить, а? Что хочет творить? И смотришь, а Бог как будто бы, как будто его нет, он не реагирует. И мы молимся, Господи, помоги, защити, заступи, из-за меня. Бог не реагирует. И вот смотрит этот человек, его звали Асав, на эту всю ситуацию и узнаете, когда он входит в Божье присутствие и какие делает о себе выводы. Когда кипело сердце мое, вот колокоть кипит, как чайник кипятится, терзалась внутренность моя, разрывается на куски, знакомо нам это ощущение. Как так можно? Тогда я был невежда и неразумел. Как? Кто? Прямо так и написано. Да? У вас тоже? Как скот я был перед тобой. Братья и сестры, я не грубиян. Я только цитирую Священное Писание вам сейчас. Я никого не назвал сейчас собакой, никого не назвал ослом и не собираюсь этого делать. Но смотрите, что происходит с человеком, который вошел в Божье присутствие, который до этого считал, что он далек от зла, как никогда. и вдруг говорит, вот это у меня внутри буря, вот этот локот и рокот делает меня невеждой, что это за человек. Он не понимает еще. Это такой человек, который не учился, читать, читать не умеет, не понимает происходящего в политическом мире, не знает, что грязными руками кушать нельзя, не знает, что надо чистить зубы, переходить на зеленый сигнал светофора, говорить спасибо и пожалуйста, не научили. Вот он ходит и живет как придется. И вы знаете, и вот такие мы инфантильные становимся, когда мы возмущаемся. И еще хуже говорит, как животное, то есть разума человеческого, животного нет. То есть я ведом природу, я просто вот, вот животное захотело кушать, побежало кушать, там испугалось и чего-то там с ним случается, ничего не может это животное сделать по разуму. И смотрите, что происходит. я не украл, не убил, не обманул, я просто возмущаюсь на нехороших людей, все. И построил крепкий мост, чтобы самому стать глупцом, уподобиться скотине, стать невеждаю, стать человеком, делающим зло. Крепкий мост. А я хожу где-то ищу, Господи, отчего благословение ушло из моей жизни? Господи, да что же это происходит? Где сам построил такой замечательный ход, чтобы только любого злого человека в жизни встретил, с любым соприкоснулся и все зло, которое у него есть, я себе забрал. Просто ругался. Еду за рулем и думаю, ну какой же человек, а? И все, и слово за слово, и фраза за фразой, миграция зла в мою душу. Еще вам докажу, если вы мне все еще не верите. Послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вот впал человек в согрешение, вы другие, вы другие, вы духовные, вы не впадаете в согрешение, вы духовные, исправляйте такового. Мы этим готовы заниматься, мы любим этим заниматься, мы хорошо этим занимаемся, но Павел говорит, но, 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 создайте правильную атмосферу. Вчера было замечательное слово об атмосфере. Исправляйте как? В духе кротости. Кротость несовместима с чем? О чем мы сейчас говорим? С гневом. Значит, говорится о том, что если ты, к примеру, возомнил себя врачом, я врач, у человека аппендицит, я взял кухонный нож, которым только что резал кухен там, да, вот, или рыбу, и говорю, где у тебя чего болит? И начинаю резать там, доставать у него то, что неправильно. Очень часто христиане таким образом занимаются. И Павел говорит, стоп, создайте стерильную обстановку. Стерильная обстановка для духовной операции это дух кротости. Неспокоен? Молчи. Не спокоен? Не трогай другого человека. Как только сердце пришло в состояние кротости, у тебя появилась возможность. Иначе написано, наблюдая каждый за собой, чтоб не быть искушенным. Вот согрешивший и вот духовный. И Павел говорит, стоп, стоп, если ты сейчас кое-чего не учнешь, он согрешил, и ты впадешь в искушение. Опять я оказался там, где не хотел быть. Там, откуда я думал, что я очень и очень далеко. Дух кротости, спокойное сердце, это единственная атмосфера, стерильная атмосфера, в которой можно взаимодействовать с чужим злом. Если я эту атмосферу не создал, вместо одного злого человека становится два. Еще, еще хочу вам прочитать текст. Вы знаете, я как-то представлял себе, вы все знаете такое слово, сучке в глазе брата и бревне в своем глазу. Помните? И вот интересно говорит Библия, что когда ты вынешь бревно из твоего глаза, что произойдет после этого? Кто помнит? Вынь бревно прежде, и тогда увидишь, как вынуть сучок. То есть Библия не говорит, что мы не должны в чужих глазах ковыряться. Библия не запрещает нам. Библия даже говорит, да, сучок из глаза брата можно достать. Поэтому если вы защищаете свои глаза, когда кто-то туда лезет достать сучок, вы не совсем правильно делаете. Библия разрешает это делать. После того, как я поковырялся в собственном глазу. Чтобы понять, что чувствует мой брат, когда я залез к нему в глаз, мне надо сначала залезть в свой. Вы заметили, что когда себе вот что-нибудь делаешь больно, все равно не больно. Вот мы чувствуем вот этот момент, когда вот уже больше нельзя. А когда кто-то другой нас начал массажировать, стоп, подожди. И вот Библия говорит, ты взял бревно, начал раскачивать, доставать, кричать, плакать, у тебя слезится глаз, тебе плохо, тебе больно, наконец-то его вытряхнул, позанимался грубой работой, узнал там, как нервное окончание работает, подошел к брату и будешь неделю думать, как взяться за дело. Ты помнишь, как царапало у тебя в глазу? Ты помнишь, как тебе было дурно? И нельзя заниматься сучком человеку, который еще с бревнами не справился, с грубой работой, согласитесь, да? Если он берет бревна, у него трещат там и ломается, то когда он возьмет за сучки, я не знаю, что будет. У нас есть братья, очень умные, способные, крепкие, но когда им в руки попадает что-то слабже, чем лом и кувалда, проблемы начинаются. Им дают ключ, говорят, иди, открой багажник, принеси сумку. И брат говорит, даю ключ, и думаю, что-то он долго, скорее всего, сломал ключ, точно. Они так поворачивают ключ, они не чувствуют, где там уже все, пора останавливаться, и они ломают ключ. Если это какой-то плеер или что-то такое, они нажимают так, что там стекло можно менять, даже если это горилла глаз, да? Вот, то есть, такой случай бывает. И Бог говорит, займись, вот займись грубой работой, раз, займись своим глазом, два, потом сможешь заниматься тонкой работой, три, и заниматься чужим глазом, четыре. Вот как говорит Священное Писание, когда я позанимался собой, у меня появляются способность аккуратно заниматься ближним. И очень часто наш гнев на человека, делающего зло, впадающего в согрешение, знаете, чем объясняется? Когда мы приходим и начинаем ему щелк, 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 это говорит о том, что мы давно вот тут не ковырялись. Мы забыли, как это больно взаимодействовать со своими недостатками, которые стали частью тебя. И так как я забыл, что это больно, потому что давно это не делал, я делаю больно другому человеку. послание Якова, глава 3, стих 18, написано, «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Значит, в немецком языке, в западных языках переводится правильно слово «правда» «праведность». Плод праведности. Что такое плод праведности? Обычно мы сеем не плод, а семя. Так ведь? Мы не сеем яблоко, мы сеем зерно. А тут написано, что сеется плод. Что происходит? Смотрите, в жизни человек, но есть плоды, которые одновременно и семя. Это, например, картошка. Это и плод, и семя. И вот смотрите, здесь о хорошем человеке речь. Он в жизни взрастил плод праведности. Он достиг в своей жизни результатов праведности. И теперь у него задача понести это куда? Дальше. Может быть, детям своим, может быть, братьям и сестрам, родственникам. И снова говорится о том, что атмосфера сеяние плода правды. Ты праведный, ты достиг правды, но ты не сможешь посеять ее дальше, если не будет мира. Мира и кротости. Ты не сможешь, это все останется на поверхности и сгниет. И причина этому объясняется в другой главе послания Якова. В первой главе стих, 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 стих у нас девятнадцатый и двадцатый. Братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скорно слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит чего? Праведности Божией. Знаете, когда мы родители кричим на наших детей, потому что они действуют неправильно, а мы хотим, чтобы они действовали правильно, потому что мы действуем правильно, мы научились действовать правильно, и теперь нам надо их научить. И мы кричим и гневаемся, и раздражаемся, говорит нам Яков, не способен человеческий гнев сделать другого праведным. Нет мира, не способен посеять другого праведность. Смотрите, речь не идет о тех людях, которые притворяются праведными. Нет. Они действительно имеют это. Но Библия говорит, передать дальше нужна правильная атмосфера. Я сейчас хочу, чтобы брат Андрюша изобразил нам кое-что. Это у нас знакомые нам с вами всем персонажи. Значит, Давид, Ависсалом и Йоаф. Кто помнит, кем был Ависсалом? Сын Давида, который восстал на своего отца. Кем был Йоаф? Это был его военачальник, который в самые трудные времена часто находился рядом с ним. Вот эти L и H, как там у вас в языке, означают любовь и ненависть. Либо он хасен, да? Хасен. Значит, смотрите, Давид, как он относился к Яву? Любил. Хорошо относился. Мы не говорим сейчас о каких-то тонкостях, между любовью и ненавистью выбираем. Ависсалома любил. Ависсалом Давида ненавидел, хотел его смерти. И Йоафа, как своего врага, ненавидел. Иоаф Давида любил, а Ависсалома ненавидел. Перед тем, как я пойду дальше, скажите, на кого мы больше похожи здесь в этой картинке? Мне предвлекли те же люди, которые предвлекли мне скорую кончину, сейчас уподобляются Давиду. Здорово, антагонизм увеличивается. Но все-таки, братья и сестры, положа руку на сердце, любим мы любящих нас? Или нет? Трудно нам с теми, кто ненавидит нас? Трудно. Смотрите, мы чаще всего напоминаем себе все-таки Йоава. Йоава, человека, который к Давиду относился хорошо, за него был готов отдать жизнь, но увидел вот этого готового отца-убийцу и ненавидел его всей душой. Next picture. Смотрите, у нас самый лучший человек, здесь получается, Давид, тут немножко красный свет должен, он любит всех. Самый плохой Ависсалом ненавидит всех. И мы. с теми, кто с нами хорошо, мы хорошо, с теми, кто с нами плохо, мы плохо. А что еще от нас требовать? Мы же не апостол, Павел, мы же не Давид, мы же не Иисус, мы так это говорим. Но смотрите, что происходит. Здесь есть две стрелочки. От Йоава к Ависсалому. Йоав убил Ависсалома. Неплохой человек убил очень плохого человека. И кому при этом сделал зло? Самому хорошему. Вот этот самый хороший человек, которому Йоав не желал никакого зла, ходил, пережив жизнь одной из самых величайших болей. Так что он ходил публично, плакал и рыдал, и был готов умереть, чтобы ситуация была другой. Когда мы с вами допускаем в жизнь ненависть к злому, к очень злому человеку, Бог не зря это запретил, потому что мы обязательно сделаем зло очень хорошим. И там, наверху этой горы можно поставить имя самого Господа, потому что творя зло злому, мы с вами огорчаем нашего Господа, который нам никогда ничего плохого не сделал. И уже бывает обращается к нам и говорит ради меня не делай зла этому злом. Как Давид говорил Яаву ради меня сохраните Авесолома, не сделайте ему зла, ради меня, потому что сделав ему зло вы сделаете мне. И вот это положение Яава, братья и сестры, такое кажется безобидное. Помните, до этого он расправился еще с двумя людьми, которых готов был простить Давид, хотя они были его противниками. Он их убирал одного за другим. Он считал хорошие люди пусть живут, плохие пусть умирают. И когда мы считаем справедливым злое отношение к злому человеку, вот на что мы себя обрекаем. в конце концов наше зло обратится к тому человеку, который этого никогда не заслуживал и которого мы сами не хотели сделать этого зла. Я хочу сказать вам, братья и сестры, есть цель существования злых людей, и это не наше имущество, это не наша репутация, это не наши деньги. Цель существования злых людей в том, чтобы нас сделать злыми. Когда дьявол забрал у Иова детей, имущество, здоровье, дьяволу не нужны были верблюды, не нужны были ослы, не нужно было золото, ему надо было, чтобы Иов произнес зло. А он этого не сделал. И когда люди приходят в нашу жизнь, которые что-то у нас отнимают, которые причиняют нам какую-то боль, за этим стоит всегда враг, у него одна цель, чтобы мы стали злыми в ответ. А цель существования христиан, братья и сестры, в том, чтобы злых становилось меньше. Когда они встречаются с нами, и мы не воздаем, и мы не делаем то же самое, и они покоряются этой любви, как апостол, бывший еще Савл, гнал церковь, дыша злом на них, а они все это любовью покрывали, 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 и мы получили человека, который написал половину Нового Завета. Я однажды видел такой сон, знаете, когда человек стоит в очереди, мы стоим в очереди за едой, за супом, и нам наливают тарелки, которые, ну, очень полные супом. А в жизни я к этому человеку вот так, знаете, смотрел, это неправильно он делает, это неправильно делает, это неправильно, я много чего замечал, что он делает неправильно. И вот он берет суп, и у него немножко выливается. Я беру суп, у меня выливается почти половина. И я понял, что Господь мне говорит. Если он что-то и делает не так, ты делаешь еще хуже. И около полугода назад я был свидетелем ситуации, знаете, это было просто для меня очень сильным уроком. одна женщина приняла в своей жизни решение, которое причинило боль немалому кругу людей. Это было, я могу назвать это решение безумным. Это решение, которое никакой член церкви никогда не должен предпринимать. Это была боль по цепочке кругу людей, которые были связаны с этим. Но знаете, что я еще увидел? Как главная жертва этой ситуации, так и связанной с ней, никто не ожесточился на нее, никто не обозлился, кто-то даже сострадал и говорил, я, наверное, понимаю, почему она так сделала. Знаете, осталась атмосфера, при которой они разговаривали друг с другом, абсолютно спокойно, я удивлялся, я видел, как в одной машине едет вот эта женщина и рядом человек, у которой причина боли, и та с ней разговаривает беспокойно. Знаете, через очень короткое время человек говорит, я чувствую, что Бог меня оставил. и все восстановило на прежние места. Я думаю, что итог был бы другим, если бы рядом стоящие сказали, ты наш враг навсегда. я услышал недавно один случай, который, ну я думаю, что от которого нам, христианам, очень-очень стыдно, как минимум, должно стать. В одной из мусульманских стран в одной женщине убили ее сына. По-моему, мусульманин, это был радикал, который убил ее сына. И мы слышали много историй, где говорится о том, как матери ради своих сыновей и умирают, и много трогательных есть историй, но эта история отличается. На суде, когда судили убийцу ее сына, она сказала этому молодому человеку, говорит, я прощаю тебя, и теперь ты будешь мне сына вместо моего сына. Я, когда услышал эту историю и подумал о причинах своих бед, о том, почему меня злили другие люди, почему я не мог прощать их и снисходить, мне стало очень-очень стыдно. Когда мать за родного сына готова, это понятно, даже бездуховный человек, далекий от Бога, далекий от Бога мать может броситься куда угодно ради своего дитя, но когда убийцу сына называют своим сыном, это может быть только, когда ты хорошо знаешь Господа. Когда у тебя нет моста между злыми людьми и тобой, нет негодования, гнева и непрощения. Если мы хотим обретать зло, нам нужно гневаться на злых. Если мы хотим обретать зло, нам нужно обижаться на злых. Это верный метод умножать в своей жизни зло. Если сегодня это слово кому-то принесло пользу и мы чувствуем, что хочется разрушить этот мост, мы сейчас будем с вами молиться Господу и положим взрывчатки под эти опоры моста, этого злого моста своим покаянием. Мы скажем, Господи, я думал, что я хороший, они плохие, а злясь на них, я стал таким же плохим, как и они. А я не хочу этого. Прости меня, прости их, и очисти мое сердце. Помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok